45 миллионов рублей долги Шумерли перед ресурсосберегающими организациями. Бетшающий жилой фонд с одной стороны и бездействие властей с другой. Неоднократно в город приезжали проверки, проводили совещания и мастер-классы, чтобы как-то исправить ситуацию. В начале февраля здесь сменился градоначальник. Как живет Шумерля в нашем следующем репортаже. Эти школьники в проблемах ЖКХ пока не разбираются. Их больше интересует, как распознать настоящий мед и почему комары не падают с потолка. Потому что у них на конце ноги имеется два коготочка. Шумерлинская гимназия номер 8 одна из лучших в Чувашии. Средний балл ЕГЭ выше, чем в среднем по республике. Гимназисты в прошлом году не раз становились победителями и призерами республиканских этапов всероссийских олимпиад. На развитие денег не жалеют. Закуплены токарные и фрезерные станки для мальчиков, для девочек – специальный кабинет для занятий кулинарией. Мы решили соединить кадры, популярные сейчас, с Чувашскими национальными традициями. И вообще, по большому счету, цель всего этого действия – это чтобы дети научились отличать Чувашские узоры от узоров других народов. Недавно гимназия получила грант 200 тысяч рублей на оборудование для занятий робототехникой. Удалось модернизировать и школьную столовую. Но в условиях аутсорсинга детей теперь кормит кафе. В среднем обед в столовой стоит 40 рублей. Чем сегодня готовили завтрак? У нас много, как в ресторане. Комбинат автофургонов – градообразующее предприятие. Финансовое положение завода устойчивое. В прошлом году удалось почти в два раза увеличить прибыль. 40% выпускаемой продукции – это новые разработки, созданные по собственной конструкторской документации в содружестве с партнерами. Показали главе новую крупноблочную автоматическую котельную, приносящую существенную экономию как средств, так и ресурсов. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.